Батюшка-предатель уничтожил пол села руками оккупантов. Шокирующая история из Андреевки. В селе Андреевка под Киевом священник московского патриархата во время оккупации активно сотрудничал с российскими захватчиками, сдавая местных жителей в плен и помогал грабить людей. Об этом говорится в сюжете надзвечайних новин. Рашисты полностью разрушили почти две трети населенного пункта. Многие дома буквально выжжены до фундамента, а некоторых владельцев до сих пор разыскивают родные. В целом за время оккупации тут пропало около полусотни человек. Сейчас монах-коллаборант задержан правоохранителями. Продолжается следствие. Как рассказывают жители Андреевки, батюшка наводил оккупантов на зажиточные дома, указывал, где и чем можно разжиться, из какой семьи выбить выкуп. По словам людей, когда россияне зашли в село, отец Николай вышел их встречать с иконой в руках. Также монах помогал рашистам-мародерам вывозить соседские вещи и сдавал в плен своих знакомых, которые когда-то чем-то его обидели. Бабушка Соня, соседка фаната русского мира в рясе, была свидетельницей, как тот помогал захватчикам. Он расправил руки и голопом к ним, и он их уже встречал. Светил, показывает, как крестил, а на второй или третий день уже танки пошли по нашей улице. И он пошел утром туда их благословлять, говорит пенсионерка. Из-за монаха пострадал чуть ли не каждый второй сосед села его улицы. А днем они, оккупанты, стояли у него до самого темна, ходили они. И он с ними ходил, как будто так и надо, вспоминает бабушка. Местные жители пережили три ротации оккупантов. Сначала в село зашли чеченцы, потом россияне, и затем буряты. В целом за время оккупации тут пропало около полусотни человек, часть расстреляли, а некоторых гражданских брали в заложники и увозили под видом пленных воинов в Россию, в Курскую область через территорию Беларуси. Зашли кадыровцы, но быстро ушли, у нас горе много не наделали. Потом зашли русские, а в конце буряты. Буряты уже издевались, все били, трощили. Простреливали у людей телевизоры, окна. Они даже если не могли что-то забрать, то просто все простреливали. Рассказала жительница Андреевки Алла. Женщина лишилась своего дома и сейчас живет у знакомых. У меня племянника переехали просто танком, просто так. Им захотелось повеселиться, и они просто переехали танком, говорит она. Местные жители рассказывают, что тех, кто пытался убежать, оккупанты без разбирательств расстреливали. Несмотря на то, что в машинах были дети. Всю колонну людей расстреляли, стояли машины очень долго с трупами, с детками с игрушками, рассказывает Алла. Среди мужчин захватчики упорно искали бандеровцев. Хватали каждого, кто попадал под руку. Когда выясняли, что жертва хотя бы служила в армии, то начинались пытки и расстрелы. Интересно, что до того, как стать священнослужителем Николай был осужден за педофилию, видя. В Андреевке под Киевом священник УПЦ МП помогал российским захватчикам. Отметим, что в 20 километрах от села Андреевка в Бородянке служитель УПЦ МП тоже помогал российским оккупантам, забирал себе похищенную гуманитарную помощь, а волонтеров держал в подвалах в заперти.